Здравствуйте! В предыдущем видео я рассказывал про разворот на перекрестке. В этом видео расскажу немножко про разворот вне перекрестка. Какие в основном виды разворотов используют, какие существуют. И какая в основном ошибка при развороте в три приема, когда используют прилегающую территорию. Разворот лучше осуществлять из крайне левого положения, из крайнего левого ряда. Но если по своим габаритам машина не может развернуться из крайнего левого ряда, То можно сделать разворот из крайнего правого ряда То есть, если дорога узкая И вы понимаете, что если вы сдвинетесь правее И вы сделаете разворот в один прием Вам не придется крутить в три приема То, конечно, есть смысл подвинуться правее в крайний правый ряд Но при этом не забыть пропустить машины, которые едут во встречном направлении Также в попутном направлении Если вы делаете поворот, либо разворот не из крайнего левого положения То в попутном направлении тоже могут ехать машины Поэтому вы должны по зеркалу отследить, нет ли там никого Если никого, тогда уже развернуться То есть не забывайте уступать машинам, которые едут и в попутном направлении, и во встречном направлении Сейчас еще раз вам покажу, как это будет выглядеть уже со стороны Мы включаем поворот, уступаем машинам, которые едут в попутном направлении Уступаем машинам, которые едут во встречном направлении После того, как мы убедились, что во встречном и в попутном машин нет Проезд безопасен, мы можем выполнить разворот Разворот можно выполнить тремя способами Разворот в один прием, но это если ширина дороги позволяет полностью развернуться Разворот в два приема, но нужно использовать прилегающую территорию И разворот в три приема, то есть можно использовать прилегающую территорию, можно не использовать То есть если дорога узкая, обычно используют прилегающую территорию Вот так выглядит разворот в три приема, вид салона без прилегающей территории Дорога узкая, но она позволяет нам развернуться в три приема То есть инструкторами своими вы будете это отрабатывать То есть разворот в три приема всегда отрабатывают И называется он еще хвост ласточки Вот смотрите еще раз вид со стороны Разворот в три приема Мы пытаемся как будто полностью развернуться Ширина дороги нам не позволяет сделать полный разворот Мы сдаем назад и еще раз вперед То есть у нас получается три приема Вперед, назад и еще раз вперед Смотрите еще раз Тот же разворот в три приема Но уже с использованием прилегающей территории То есть мы заезжаем на прилегающую территорию Потом из нее выезжаем И едем вперед То есть у нас получается Также три действия То есть вперед, назад, вперед Смотрите со стороны еще раз покажу вам То есть мы заезжаем на прилегающую территорию И также не забывайте Что когда вы заехали на прилегающую территорию То есть в тот момент как вы заехали Уже могут появиться машины То есть и во встречном направлении, и в попутном направлении Поэтому, когда вы выезжаете из нее То вы уже должны уступить дорогу всем Поэтому посмотрите, чтобы никого не было В тот момент, когда вы как раз ушли С дороги, да, съехали То есть вы, по сути дела, как заехали, запарковались И потом еще раз выезжаете Но это я заехал сильно сейчас Можно заехать, конечно, немножко То есть не полностью заезжать То есть, скажем, передок вы только закинули Чувствуете, что места хватает А сдали назад, выехали То есть, смотрите, заехали вперед Еще раз сдаем назад И выезжаем обратно Вперед То есть мы сделали полный разворот Либо мы можем использовать разворот В два приема Но если у вас есть, конечно, проблема с парковкой Задним ходом, то, конечно, такой разворот будет сделать тяжело Если проблем нет, то, конечно, мы заезжаем Задом в прилегающую территорию Также не забываем уступать машинам Которые уже идет по основной дороге Потому что мы уже, по сути дела, съехали с дороги То есть мы уступаем машинам, которые Либо в попутном, либо в встречном направлении Ну и, самоубедившись, что никого нет Можем продолжать движение дальше У нас получилось два приема Назад и вперед И то же самое Вид салона То есть мы сдаем задом На прилегающую территорию В кармашек И выезжаем Еще раз покажу разворот в два приема То есть мы проезжаем наш кармашек Нашу прилегающую территорию И сдаем туда задом Если я же говорил с парковкой Задним ходом проблем нет То вполне сможете сделать такой разворот Посмотрели, что никого нет Машин нет Выезжаем в нужном направлении Вы можете использовать прилегающую территорию Как с левой стороны Так и с правой стороны Если дорожная разметка И дорожные знаки позволяют вам это сделать Но ученики допускают постоянно Одну и ту же ошибку Они прижимаются слишком близко к бровке И не учитывают вынос передка Сейчас я вам покажу, что я имею ввиду Смотрите, мы делаем разворот в три приема С использованием прилегающей территории То есть это основная ошибка Когда прижимаются близко к бровке И не оставляют места для выноса передка Смотрите, мы сдаем назад И колесом упираемся в бровку То есть сейчас у нас бровка Мог бы быть какой-то из забор То есть можно и машину сразу поцарапать Вот, естественно, теперь приходится нам сдать назад Еще раз заехать То есть оставить место для выноса передка И только потом выехать То есть, конечно, можно на ровных колесах было выехать назад Но тогда не факт, что мы упремся в бровку, которая будет сзади нас То есть мы задом бампером упремся в столб или в забор задний То есть для этого мы заезжаем вперед Чтобы у нас было место для того, чтобы сделать маневр Еще раз покажу Смотрите, прижимаются к бровке Естественно, вынос идет передка И мы упираемся колесом в бровку То есть на самом деле прижиматься к бровке можно Только главное прижиматься к правильной стороне Если вы, скажем, используете прилегающую территорию справа от вас То лучше прижиматься к левой стороне Ну, либо прижиматься так, чтобы оставлять место для маневра То есть не сильно прижиматься близко к бровке Но если вы прижметесь к левой стороне, то у вас точно хватит выноса для передка Если вы используете прилегающую территорию слева от вас То лучше, конечно, прижиматься так к правой стороне Потому что если вы прижимаетесь к правой стороне Вынос передка у вас идет в противоположную сторону от бровки И вы ее не зацепите То есть нужно учитывать эти моменты Если вы заезжаете в кармашек И вы, как ученик, не можете определить сразу, в какую сторону у вас пойдет передок То есть вы наперед так прочитать еще не успеваете То, конечно, заедете таким образом, чтобы вы остановились Чтобы у вас и справа, и слева было место для маневр Чтобы вы не прижимались к какой-то неправильной бровке То есть вы прижметесь и потом колесом будете упираться в бровку Либо это может быть какой-то забор Либо вообще какое-то дерево, либо столб То есть вы должны этот учитывать, этот факт И не прижиматься, стараться к неправильной стороне Если вы хотите выполнить разворот на трамвайных путях вне перекрестка Расположенных на одном уровне с проезжей частью То разворот нужно выполнять с трамвайного пути попутного направления Но, прежде чем выехать на трамвайные пути Нужно обратить внимание Нет ли запрещающих знаков выполнять разворот Какие знаки запрещают выполнять разворот, мы уже знаем Еще раз вам вкратце их показываю И разрешен ли вообще выезд на трамвайные пути Выезд на трамвайные пути попутного направления запрещает нам разметка 1.1 Узкая сплошная линия Итак, если разметка и знаки не запрещают нам сделать разворот То мы включаем левый поворот Смотрим в зеркало, чтобы не было трамвая Который едет в попутном направлении Либо машины, которая выехала на трамвайный пути Едет также уже в попутном направлении Уступаем трамваю, который едет во встречном направлении Если таково есть Уступаем машинам, которые едут во встречном направлении Уступаем всем транспортным средствам Траекторию которых мы пересекаем И выполняем разворот Если вы чувствуете, что при выполнении разворота вам не хватит радиуса И вам придется делать его в три приема То есть смысл сдвинуться правее Чтобы вы могли увеличить радиус и сделать разворот в один прием Я сейчас разворачивался и прошел очень близко возле бровки Но я чувствовал, что машина пройдет, не зацепит бровку Вы как новичок можете нагласно определить радиус разворота И вам придется крутить в три приема Поэтому заранее сдвигайтесь немножко правее Чтобы вам явно хватило выворота Но когда вы сдвигаетесь немножко правее Вы смотрите в правое зеркало, чтобы вы там никого не зацепили, никого не зажали Потому что на уровне с вами по крайнему левому ряду может ехать машина То есть вы на трамвайных путях едете А по крайнему левому уже будет машина Поэтому смотрите за ней, чтобы вы на нее не наехали И также когда вы делаете разворот уже Выкручиваете влево, вы делаете разворот Посмотрите по левому зеркалу, чтобы вас никто не обгонял по встречным трамвайным путям То есть кто-то может какой-то лихач выехать на встречные трамвайные пути И просто вас объехать Поэтому смотрите, чтобы вы не крутанули То есть это не значит, что вы едете по трамвайным путям попутного направления И слева уже никто вас не объедет То есть там может быть вполне какой-то лихач, который обгоняет вас просто по встречным трамвайным путям Еще раз сейчас покажу Включаем левый поворот Смотрим в левое зеркало Чтобы не было машин, которые уже едут по трамвайным путям Либо трамвай, который едет по трамвайным путям попутного направления Выезжаем на трамвайные пути Уступаем машинам Которые едут во встречном направлении Уступаем трамваю Который едет во встречном направлении И можем выполнить разворот Разворот выполнили И можем ехать дальше В нужном нам направлении Надеюсь в этом видео Вы найдете для себя полезную информацию Если видео понравилось Ставим лайки Подписываемся на канал Также можете добавиться в группу ВКонтакте Внизу под видео есть ссылочка Можете перейти в группу ВКонтакте Добавиться Всем спасибо за внимание До новых встреч